Привет, Редаконсольщики! Привет, друзья! Привет, Дима! Здарова, Серега! Что мы будем сегодня обозревать? Мы сегодня будем обозревать ЖК. Жилищный комплекс? Какой жилищный комплекс? Желтый карик. Желтый карик? Ну, куда это посмотреть? Дэнди! Мега-хиты! 375 игр. Слушай, ну... Ролик на один картридж? Это маловато для картриджа. Ну, это модно, сейчас так все делают. Производяно. Ньюгейм. О, помнишь, мы 2 года назад приставки снимали, их не... Ньюгейм? Да, конечно, ньюгейм, да. И ты помниться, жаловался, что у них нет HDMI-выхода. Да, потому что на современных телевизоров все-таки хочется, чтобы подключение было через HDMI. Ну да, не через эти тюльпальчики, колокольчики, васильки. Васильки. Слушай, а давай зайдем на их сайт и посмотрим, может быть, там уже появилось что-нибудь с HDMI-выходом. А давай зайдем. Так, заходим на сайт Ньюгейма. Да, и тут есть раздел мультиплатформенные. Приставки. Так, что здесь есть интересный... Титаны. О, смотри, титаны, которые мы с тобой обозревали уже. Да, 500 игр. Так, а еще здесь есть Nimbus. Слушай, выглядит очень интересно. Ну, как-то слишком уж современно. Ну, похож... Рядом с телевизором будет похож на современный роутер. С синими огонечком. Ну, если тебе нравится, можешь брать его. Я возьму что-нибудь более классическое. Например, вот Dendy Smart. Выглядит как мини-консоль. Давай, посмотрим, потому что она правда маленькая. Так, добавим в корзину и ту, и другую. Ну, что, заказываем? Заказываем. Дим, что так долго не везут-то? Я начинаю уже сам виноваться. Кошмар какой-то. О, звонок в дверь. Да. Пойду посмотрю. Давай, давай, иди. Где ты там, Дим? Да я хотел сбежать вместе с приставками. Ну, надо что-то снимать ролик. Слушай. Вот они, красотки. Моя беленькая. Хм. А моя темненькая. Так ты на темной стороне, значит, да? Да, у нас есть печеньки. И 740 встроенных игр. А, у меня чуть-чуть меньше. 567. Ну, ладно, давай все посмотрим по порядку. Давай, начнем с твоей. Давай, с черненькой. Раз, с черненькой. Нинбус смарт-игровая видеоприставка. Ты знаешь, упаковка похожа на упаковку от Титана. Очень похожа, да. Ну, стиль такой. Красивый, глянцевый. Блестящий. Блестящий. Смотри, здесь даже есть разъем для карты памяти. А, то есть еще можно свои игры туда заливать. Ну, это прям. Включение HDMI. То, что нам надо. Да, 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 да. Посмотрим, что внутри. Давай, открывай. Твои любимые бумажечки. Ну, бумажечка здесь скромная. Инструкция по эксплуатации. Она же гарантийный талон. Поддерживаются книги, фото, музыка и видео. Что, может, даже фильмы, что ли, смотреть? Видео в полеже с форматом MP4, AVI и MPEG. Так, HDMI. Симпатичный, даже с заглушечками. Кстати, не у каждой приставки заглушечки идут в комплекте у нас HDMI. Да, на Xbox не было. На Xbox не было. Microsoft, учитесь, у них гейма. Контроллеры. Они же наши джойстики. Ты знаешь, форма джойстика мне что-то очень напоминает. Хотя, что-то это очень... В российских геймеров этого не было. Джойстик от Sega Saturn. Слушай, а джойстик, на самом деле, очень удобный. Ты знаешь, даже, мне кажется, лучше, чем джойстик от Megadrive как-то. Ну, все-таки это последователь Megadrive. Да, 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 согласен. Ну, крестовина так же выпирает, как и на предыдущих. Ну, а при этом не болтают с кленовки. Вообще. Монолит. Да. И нажимаются довольно-таки приятно. Нажимаются очень приятно. К тому же, это же обычный 9-пиновый разъем. И их можно использовать на оригинальной консоли. На Sega? Ну, да. На джойстике. Большая надпись Nimbus. Сразу видно. Нимбус. На обратной стороне ничего не хухру-мухру. Зачем тебе обратная сторона? Ну, хочется, чтобы здесь был логотипчик New Game. Да, светящийся еще. Светящийся. Джойстик очень приятный. Да. Ну, вот такой бархатистый. Да. Прям как персики. Ааа, персики. Давай, к саму приставку я посмотрю. Давай, давай. Кстати, когда мы переставки, по-моему, больше ничего и нету, да? А что тебе еще надо? Ну, ну, знаю. Плюшку какую-нибудь. Плюшку. Кабель питания у нее встроенный. Сзади глянец. Ну, в принципе, сзади глянец-то и не нужен. Ну, сзади кнопка включения, прям как на каких-то старых компьютерах, на системных блоках. Да, 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 да. HDMI, слот для карты памяти и наши православные тюльпанчики. То есть, можно даже на дачу ее внести и шпилить на старом теле. Согласен. Смарт, слушай, вот, хорошо, что не сделали глянцевую. Титан, которая была, она была, прям пачкалась жуть, как. А здесь матовая поверхность, знаешь, под такой рифленый алюминий. Да, 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 да. Очень, очень сильно выглядит. И вот две синие полоски. Знаешь, мне напоминает PlayStation 4. Помнишь, у нее была синяя такая полоса? Бутерброд такой. Да. Здесь смотри, два джойстика и кнопка reset. Посерединке. И, скорее всего, она светится. Видишь, она такая голубенькая. Да, 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 да. Голубенький ободочек там. Как говорится, 7 бет, один reset. Ну, на доночке ничего интересного. Игра в видеоприставка, сирийный номер. Резиновые ножки. Нет, это, конечно, все хорошо, но это не редро консоль. Она не выглядит, как эта консоль. Она выглядит, как TV-тюнер. Ну и что? Зато у нее функциональность отличная. Давай мы лучше посмотрим на ту консоль, которая выглядит именно как ретро консоль. Да, именно, Dendy Smart. Причем, надо сказать, это лицензионный Dendy. Кстати, шрифт лицензионный. И шрифт. Только слоненка чего-то нету. А где слоненок? А вот слоненок, кстати, было бы прикольно здесь видеть. Слоненок только на картридже. Да, ну картридж, что сюда не воткнешь. Че, правда? Да. HDMI тоже смотри видео, музыка, игры, книги, фото и SDK. То есть, в принципе, все то же самое? Аналогично. Все то же самое. Ну давай, да, что я заговорил о сравнении. Посмотрим по характеристикам, чем они отличаются. Процессор S200. Аналогично. Разрешение 320 на 240. Выберу. Звук стерео, два джойстика, подключение к телевизору, HDMI и аудиовидеокабель. Стройный блок 220, устроенные игры, поддержка карт памяти microSD, объем стройной памяти 8 гигабайт. О, а у меня объем стройной памяти 16 гигабайт. Что ж, ну это в два раза больше? У меня консоль выше класса. У тебя всегда все лучше. Конечно. Давай, я выбираю лучше Nimbus New Game. Давай лучше откроем и посмотрим. Давай. Так, ну, твои бумажки. Почему мои? Ты их любишь? Ну вот, инструкция по эксплуатации. Она же гарантийный талон. Примерно такая же, как и у Nimbus. Черно-белая, без всяких красивых картинок светлых. Какие-то еще красивые картинки. Хочется, чтобы веселые картинки. Дорого-богато. Коробочки-то богатые. Пожди, май. Заглушечка. Точно такую же заглушечку. Недавно умят. Молодцы. Гейм-пазики. Джойстики. Окей. Пускай будут джойстики. Ну, классический Мегадрайв. Классический, да не классический. Кнопки мод-то нету? Нету. И не здесь, и не здесь. И не снизу. Вот вместо 16 бит, я бы, конечно, лучше логотип New Game. Дэнди, дэнди, дэнди. Дэнди, дэнди, дэнди. Светящийся дэнди. Слушай, ну джойстики примерно как и вот два года назад. По крайней мере, кнопки здесь получше. Качество подтянули. Они и нажимаются лучше, и не изменят. Здесь они, ну, естественно, свободно ходят, но так не болтаются, как вот на прошлых версиях. Теперь сама консоль, кстати, тоже с неотсоединяемым проводом. А, кстати, сзади нет кнопки включения, как у Нимбуса. Да, потому что кнопка включения сверху. Классическая. И здесь же, кстати, кнопка Reset. Снизу нету отверстий для вывода теплого воздуха, здесь только сверху. Ну, в принципе, как на классической дэнди. А ты знаешь, почему я сделаю такой большой? Почему? Потому что здесь встроенный блок питания. Если бы было питание, они бы вынесли бы, получилась бы аккуратненькая мини-консолька. Вы подумайте, New Game, за счет уменьшения корпуса и создания дэнди мини. Мне кажется, это хорошая идея, нет? Я бы купил. Ну, где же слон? Ёпти гайка. А сзади у нас, соответственно, православные колокольчики. Карточка SD и HDMI. Все по классике. Все по феншую. Нет слота для каррика. Такое творческое переосмысление классического корпуса дэнди юниор. Да. Слушай, ну вот то, что здесь встроенный блок питания, с одной стороны, это, конечно, плюс, потому что его не надо отдельно с собой таскать. А с другой стороны, требуется отдельная розетка. Был бы гораздо лучше, если бы здесь был разъемчиком на микро-USB или Type-C. Или Type-C. Православный. Ну, Сереж, тогда бы это уже была мини-консоль. Знаешь, как бы тогда, да. Убрать лишние разъемы, убрать блок питания. И сделать ее поменьше корпуса. Да. И USB джойстики. Я бы рядом с NES и SNES Mini поставил бы Dendy Junior Mini. А еще лучше Dendy Classic Mini. Кстати, ребят, кому больше нравится, что, Dendy Classic или Dendy Junior? Напишите в комментариях. Ждем ваши ответы. Так тебе что больше нравится, Dendy Classic или Dendy Junior? Знаешь, Dendy Junior привычнее. Потому что в детстве мы, в принципе, играли только на Dendy Junior. Classic я ни у кого не видел. Видел победоносный Баеч, всякие вот эти китайские лифы видел. Dendy Junior 2, там, Dendy Junior 3. Classic ни у кого не видел. И у моих знакомых ни у кого не видел. А, у меня была лифа, и она была по форме один-в-один Dendy Classic. Только из зелененького цвета. Поэтому Dendy Classic у меня ближе. Причем не только по самому корпусу. Но и джойстики на Dendy Classic, мне кажется, гораздо удобнее. Да, вот джойстики на Dendy Classic удобнее. Вот у меня в коллекции православная Dendy Classic. И, ну, приятно все-таки на ней играть. Она, кажется, немножечко даже Super Nintendo от мира Dendy. Ну, она, я думаю, она такая большая, стильная, кнопки хорошо нажимаются. Ты все-таки голосуешь за Dendy Classic? Сердце лежит к юниору, а вот мозг говорит, блин, классик. Классик. Да, у меня и сердце классик, и мозг классик. Кстати, а во что же мы будем играть-то? Давай мы их подключим и посмотрим, чего там. Да, внутри. Так, ну, Дим, смотри, тут у нас идет, соответственно, Sega, Dendy, игровой автомат и Neo Geo. С чего начнем? Ну, давай с Dendy. Как говорится, сверху вниз. Давай с Dendy. Так, слушай, тут получается 250 игр, и, как мне кажется, все хиты есть. Ну да, судя по списку игр, все, что помнится, в детстве играли, здесь все есть. Давай уже запустим чего-нибудь. Давай. Ну, ты знаешь, картинка слишком мыльная, мне кажется, нет? Мы просто близко сидим, Серег. Если метра на три, на четыре отойти от телевизора, вполне ничего. Ну, не знаю, может быть, телевизор должен быть поменьше. Я просто сравниваю с моими любимыми мини-консолями. Там все-таки видно каждый пиксель, а здесь как будто какой-то фильтр. Извини, Серег, здесь все-таки разрешение 320 на 240 на огромном телевизоре. Что ты хочешь увидеть? Чудеса какие-то. Окей, давай мы посмотрим тогда о Mega Drive, потому что там все-таки должно быть получше картинка. Ну, и действительно, картинка лучше. Плюс, смотри, 420 игр. Опять же, повторюсь, все хиты есть. Серия страйков в полном комплекте. Джангл, Дезерт, Урбан. Мортал Комбат и все. Баттл Толдцы все. Голден Экс и все. Стриц Оф Рейдж все. Стриц Оф Рейдж все. Соники все. Глядя на этот список, у меня такое чувство, что здесь есть вообще все, во что мы играли на Mega Drive. Плюс русифицированные. Ну, часть, а часть нет. Ну, зато, если тебе уже хочется какую-нибудь там ультра редкую интересную игру, о которой ты когда-то там мечтал, ну, записал на microSD карточку, вставил и играешь. Ну, в принципе, да. До сих пор же выходят современные игры для Mega Drive. Можно скачать какой-нибудь Coffee Crisis. Кстати, Дима, ты обратил внимание, что при запуске игры вместо логотипа Sega всплывает логотип New Game. Да, такой прикольный инопланетянин. Ну, это же авторские права. Мы тут понимаем. Так, следующая категория. Игровой автомат. Что в ней? Слушай, это же игры MAME. Легендарное игровое железо. Которое у нас не было в детстве. Ну-ка, давай-ка посмотрим, какие там игры есть интересные. Ну, давай какой-нибудь битэмапчик запустим. На двоих. Давай. Сочный такой мордобойчик. Давай, давай. Punisher. Кстати, Дима, заметьте, здесь можно добавлять монетки кнопкой Z. А это значит, что у нас бесконечное количество жизней. Ну, приятный бонус, я бы сказал. Да, можно пройти любую игру до конца. Я бы даже сказал, чит на бессмертие. Чит на бессмертие, да. И ты знаешь, по картинке мне нравится больше, чем игры Dendy, как ни странно. Хотя игры Dendy, они вроде бы менее требовательны, чем для игрового автомата. Но выглядит игровой автомат на порядок лучше, чем Dendy. Мне, кстати, тоже понравилось. В принципе, можно даже на какой-то вечеринке запустить. Типа, друзья, давайте в ретро-игровой автомат. И как зависнуть в какой-нибудь Street Fighter. В какой-нибудь битэмап с мордобойчиком. Знаешь, бум-бум из каждой колонки. Да, да. Жалко, что здесь не четыре разъема. Вот в четвером бы. Здесь вообще бы месило было бы на экране. Просто мясо. Ладно, давай посмотрим, что там еще. Neo Geo. Neo Geo. Да, у нас же есть Neo Geo Mini. У нас есть Neo Geo Mini, да. Интересно. Слушай, ты знаешь, здесь большинство игр именно с Neo Geo Mini. Да ты что. Да, и платформеры, и битэмапы. Тогда, соответственно, гоняться за оригинальным Neo Geo Mini нет никакого смысла. Он сейчас стоит, как космический корабль. Ну, в принципе, да. Найти его, наверное, сложно. Плюс контроллеры эти оригинальные. Да, но... Сережа, какие могут быть но за четыре с половиной тысячи? Да, наверное, ты прав. Здесь тебе и Denny, и Sega, и Main, и Neo Geo Mini. Четыре в одном. Я уж там не говорю про возможность прослушивания музыки, просмотра видео, чтения книг. Ну, ты знаешь, как по мне, вот эти вот музыки, книги и там подобное, это лишнее. Как ты это будешь использовать? Чтение книг. Ну, на 50-дюймовом телевизоре. Да, чтение книг, увы. А фото, в принципе, можно. Ну, тоже. Не знаю. Ладно, давай с тобой тогда сравним с Denny Smart. Слушай, ну, вот Denny Smart, тут получается 567 игр, и давайте начнем с Denny. 8 бит. 500 игр. Слушай, ну, тут список внушительный, надо сказать. Наверное, туда запихнули всю библиотеку со всякими гольфами. Не, ну ты посмотри, здесь одни хиты. Если честно, я вот, ну, в молодости и сейчас, вот, мне достаточно для счастья, примерно 50 игр от Denny. Не более. Не, ну мне 100. Я вот в остальное играть просто не буду. Мне больше были там Battle Toast, танчики, чипы дэйлы, черепашки. Ну, да. DuckTales. DuckTales. Ну, ты знаешь, здесь 50-60 игр, не больше. Здесь на этой консоли это все есть, но если ты хочешь, допустим, ты плохо знаком с играми, ты хочешь с ними познакомиться поближе, ты можешь запустить фактически любую из тех хитов, которые были, как в нашей стране, так и в той же Америке или Японии. Ну, ты знаешь, картинка точно такая же, как на Нимбусе. Ничем не отличается вообще. Железо-то аналогично, поэтому отличаться-то не должно. Тоже такое же мыло. Мне не нравится вот эта особенность. Я вот только что вот играл на Dendy Classic в чипы дэйла. Да. Бежишь, прыгаешь, ящик бросаешь, а здесь кнопки А и Б местами перепутаны. Мне очень неудобно. Я, кстати, внимание тоже обратил, но не знаю, к этому, наверное, нужно привыкать. Привыкнуть-то можно, просто если вы играли на оригинале, у вас мышечная память даже срабатывает. Ну, на SEGI, кстати, такого не было. На SEGI все хорошо, да. Давай тогда посмотрим, что здесь из SEGI есть. Тут получается 60 игр, в отличие от Nimbus, у которого 420. Ну, 60-то совсем мало. Ну, здесь тоже излишку можно поставить. С другой стороны, да, можно скачать игры и поставить. Но прелесть Nimbus'а в том, что она из коробки, тебе не нужно ничего туда добавлять. Да, да. А здесь с Dendy придется, конечно, поскачивать ромы для SEGI. Даже больше, чем уверен, что придется, потому что, ну, в 60 игр все хиты SEGI, как говорится, не вошли. Смотри, здесь еще есть MAME, но всего лишь 7 игр. Ну, это совсем грустно. Да, у меня там 30. 30? И плюс еще гео у тебя? Да. Пойдем уже, Дим, подведем итоги. Приставка стала красивее, чем TITAN. Игр стало намного больше. Раньше было 500. Теперь 740 плюс. MAME плюс Neo Geo. Вот это, кстати, огромный плюс. Потому что, чтобы поиграть в MAME или в Neo Geo, это нужно установить эмулятор, скачать игры. Нужно компьютер, скачать биосы. То есть, это еще тот гемочек. Из заморозки, да. А здесь... Настроить и все. Да, еще джойстики настроить. А здесь все запускается прямо из коробки. То есть, мне нравится то, что это дешевая нова к Neo Geo мини. SEGA мини. Dendy NES мини. И еще мини-игровой автомат. А насчет здесь, я хочу сказать, что, ну, она более ностальгически выглядит. Отскульная, я бы сказал. Отскульная. Но мои там плюсы заканчиваются. То есть, здесь, конечно, больше игр для Dendy. Но тут практически нет игр для игрового автомата и для Sega тоже. Ну, мое мнение такое. Лучше доплатить, там, сколько? 800 рублей? Да. Получить... Nimbus. Nimbus. К сожалению, минусы есть и на солнце. По поводу минусов. Ну, вот, да. Dendy игры, к сожалению, на эмуляторе, вшитом данной приставке, выглядит плохо. Звучат плохо. Кнопки перепутаны местами. Мыльные, мыльные, конечно. Очень мыльно. Нет четкости. Музыка играет с заиканиями. Либо быстро, либо медленно. Но, по-моему, убыстренно в основном. Ну, я думаю, что это зависит от ромов. Зависит от ромов. Может быть, ромы не оттестировали как следует перед финальной, так сказать, сдачей. Все-таки Nimbus это вам не Dendy. Кстати, а что насчет Dendy? Мы же хотели вначале обозреть картыш. Кстати, я вот для своей Dendy Classic очень хочу такой картыш. Вот она моя прелесть. Денди, стиплер, слон. Все как надо. Все по-православному. Ну, давай даже сравним с твоей ретро. Ну, что? У меня даже дизайн лучше. Ну, лучше, да. Стиплер, вы выпускали вещи. Это более короткое, конечно. Вот я считаю, такое сочетание для ретро-геймера будет оптимальным. Все хиты в одном картридже. Этот сваненок очень сочетается с этим сваненком. Так что картридж я тоже выбираю. Подожди, подожди насчет картридж. Давай мы вначале подключим к пузатому телевизору и посмотрим, как он там, что работает. А заодно мы вот эту консольку Dendy тоже подключим к пузатому телевизору. Может быть, а эта консолька покажет чудо на старом телевизоре, нет? Ты как думаешь? Мы же смотрим. Давай посмотрим, давай подключим. Ну, и действительно, ты был прав, Серег. Да, на старом телевизоре она выглядит отлично. Новая консолька выглядит лучше. Да даже не лучше, она выглядит как оригинальная Dendy. Нет, если сравнивать с оригинальной Dendy, все-таки оригинальная Dendy немножко получше. Там и цвета поинтереснее, и картинка почетче. Ну, вот сравните, смотри. Это черный плащ на новодельной Dendy Smart. А вот это черный плащ на Dendy от стиплера. Видишь, какая разница в звуке? К сожалению, слышу. Слышишь, да. Ну, и сама картинка тоже отличается. Но при этом на Dendy Smart вполне играбельна. Все-таки в старые 8-битные игры надо играть на старых пузатых телевизорах. Согласен. И причем именно в картридже. Кстати, возвращаясь к нашему каррику в 375 игр, надо сказать, что здесь действительно все мегахиты. То есть, в принципе, больше ничего и не нужно. Единственное, что у меня не запустилось вот здесь, на этом каррике, это New Ghost Busters. Я не знаю, почему там, почему-то включается черный экран. Кстати, специально для Виталика Ледяного. У него на таком же картридже не заработал Aladin. А вот на старой Dendy Aladin работает. Мини-дэнди классик и мини-дэнди юниор. Дин, если бы просто мини-дэнди классик, это было просто офигенно. И чтобы там вот был только HDMI. И самое главное, самое главное. И самое главное, чтобы был нормальный эмулятор. Почему они не могут его нормальным сделать, а? Ну вот я не понимаю. Все-таки, ну с вас же начиналось наше 8-битное детство. Ну уж эмулятор Nesa, Dendy у вас должен быть вылизан просто до идеала. Кнопки не должны быть перепутаны. Если бы, если бы вот на этой консоли был бы эмулятор, как на мини-консоли, то претензий не было бы вообще. Это было бы идеал. Да. Потому что ее не нужно прошивать. Вставляешь флешку, играешь. Но вот картинка на мини-консолях все-таки на порядок выше. Дим, ну а что мы с консолями-то в результате будем делать? Я на своей буду играть в аркадки, в битэмапы, в NeoGeo. Ох, Дим, а что же мне с этой консолькой делать? Ведь 8-битные и 16-битные игрушки я играю на мини-консолях. А аркадника здесь всего лишь 7 игр. А NeoGeo у меня, тем более, есть мини NeoGeo. Вот, давай уставай ее разыграть. Среди наших подписчиков. Ну, естественно, среди подписчиков. Среди кого же еще это разыгрывать? Давайте, ребят, так поступим. Ну, естественно, вы уже подписаны на наш канал. Это мы даже не сомневаемся. Вот, поэтому напишите к этому ролику комментарий. И самый креативный комментарий мы с Димоном выберем на стриме. Может быть, даже в стихах напишите. Димон падает стихи. Димон, стихи Димон любит. Вот, и мы выберем самый лучший комментарий. И этому человеку отдадим вот эту консоль. Или вышлем почтой. Так что, ребят, пишите ваши комментарии под этим роликом. И эта консоль будет вашей. И не забываем про лайки. И следите за нашими стримами. Редкий, редкий. Всем пока. Увидимся. Дай-ка я сейчас ульту сделаю с Абзиро. Комбо. А я тебе вот так. Хадокин. Святой Дэнди. Светящийся Святой Дэнди. Святощийся Дэнди. Мироточащий. Можно просто взять Дэнди и обмазываться им. Битоточащий. Битоточащий Дэнди. Битоточащий Дэнди.